Среда – день рабочий, поэтому в кино люди по средам ходят нечасто. Но в этот день в кинотеатре «Октябрь», что на Новом Арбате, был аншлаг. Причем в одежде большинства посетителей, помимо традиционного черного, преобладали красно-белые цвета. Футболисты, ветераны и самые преданные болельщики «Спартака» собрались в этот вечер на вручение серебряных медалей. На лицах у всех были улыбки, правда в глазах только грусти. Получали серебро, не золото. Я считаю, что поражение, потому что «Спартак» – великий глупый, всегда только настраиваемся на победу. Но не получилось в конце сезона. Будем стараться в этом сезоне доказывать, что мы должны все-таки занимать первые места и продолжать традиции тех людей, которые были девятикратными чемпионами России. Я думаю, это все-таки поражение, потому что для «Спартака» существует только одно место, первое. Но далеко не все были так категоричны. Сейчас говорить о том, что победа – это поражение, это случилось, естественно, мы рады. И, как сказали, что будет лига чемпионов, и второе место, и есть куда и расти. И у нас только остается один вариант, куда расти, сами понимаете, да? Для «Спартака» сегодня это успех. Сегодня. Вот. А всегда была неудача второе место. Но, учитывая то, что команду «Карпин» принял, можно сказать, с седьмого места и довел ее до второго, это, конечно, успех. Это достойное место, достойная команда, но, естественно, не удовлетворяющая нашим амбициям. Поражение – серебряные медали чемпионата России 2009 года или победа. В любом случае «Спартак» получил возможность выступать в европейских кубках, которые в прошлом сезоне пропускал. А это уже повод отметить. Чествовали при этом не только футболистов «Спартака», но и болельщиков «Золотников». Тех, которые пробили «Золотой сезон», не пропустив ни одного матча любимого клуба. Остались ли довольны болельщики сезоном? «Если сравнить с предыдущим годом, когда мы заняли 8 место, то, естественно, это достижение. Но за последние много лет опять серебро, то болельщикам уже хочется золота, все-таки 9 лет мы его не брали». «Пока так, ничего, все впереди еще. Ребята молодцы, стараются. Мы будем их всячески поддерживать, всегда будем рядом». «И второе тоже хорошее место, но мне надо всегда стремиться к первому». «Обидно». Танцы, музыка, торжественные речи. Гостями вечера стали не только заслуженные спортсмены и чиновники, но и звездные болельщики, которые получили в подарок за преданность абонемента на следующий сезон. Михаил Ефремов даже сочинил для любимого клуба стихотворение, в котором задался вопросом, как много нужно серебра, чтобы получилось золото. И, конечно, не забыл пожелать «Спартаку» второй звезды. Актер Дмитрий Назаров пообещал… «Я не буду обещать, что в случае чемпионства сбрели усы…» «Или съем шляпу…» «Или сделаю еще что-нибудь экстремальное…» «Обещаю не на этом, а на том, который дома на именном шарфе…» «Лично вышить звезду». Спартаковских бразильцев ожидал особый сюрприз – национальный бразильский танец самбо. Судя по выражению лица Вилеттона, сюрпризом явно не прогадали. Александра Владимирова, Игорь Мостовой, Никита Токарев, Infox. Субтитры создавал DimaTorzok